Это моя первая конференция. Я буду нервничать, буду краснеть. Возможно, буду даже фыркать в микрофон, вот так делать. Поэтому вы не удивляйтесь, пожалуйста. Тема моего доклада через тежни и звезды, как мы внедряем voiceover в наши проекты. Итак, погнали. Меня зовут Саша Макушкин. Я разрабатываю программное обеспечение уже порядка 12 лет. Из них 8 лет я посвятил iOS-разработке. Это были увлекательные 8 лет iOS-разработки. Я повидал много разных проектов. Есть что сказать. Он составил определенное мнение, как мы внедряем voiceover. Вообще, почему я сегодня перед вами здесь выступаю? Зачем я рассказываю про voiceover? Почему эта тема меня волнует? Почему я хочу донести эту тему до вас? Все очень просто. Я фантазер. С детства я люблю фантазировать, перед сном ложусь и давай фантазировать, какой я супергерой, как я меняю мир, как я спасаю мир. Но, к сожалению, я просыпаюсь. Ну, это к счастью, что я просыпаюсь. И я не супергерой, конечно. Я не могу взять и поменять мир. Я не могу сделать его лучше. Но, будучи обычным программистом, я могу менять уже мир к лучшему. Я могу прийти на работу, могу начать внедрять voiceover и маленькими шагами делать этот мир лучше. Маленькими шагами изменять этот мир к лучшему. Но это, конечно, сейчас может быть слишком высокие материи. Я вам пытаюсь донести. Если попроще сказать, что за прошедшие 8 лет voiceover стал именно той самой классной отдушиной, когда можно заниматься творчеством. Когда ты не просто красишь кнопки, а когда ты занимаешься творчеством, которое полезно и востребовано для людей. Ну и также не забываем, что мы компания ВК. Компания ВК – это публичная. Она создает публичные продукты. Например, одноклассники, например, в социальную сеть ВКонтакте. Эти продукты должны быть доступны для всех. Без исключения. К этому обязывает нас 181 федеральный закон статья 3.1, что не должно быть дискриминации по признаку инвалидности. Окей. Современный путь… Несовременный, простите. Здесь должен быть другой слайд. Я невнимательно проверил его, поэтому вы извините. Это не современный путь разработки. Это обычный путь разработки называется. Помним, это обычный путь разработки. Обычная разработка начинается с проработки концепции какого-нибудь сервиса. Ну, например, я хочу сделать приложение по заказу молока для своей кошечки, для себя, и я прорабатываю концепцию. Где я буду ее монетизировать, как я буду, соответственно, разрабатывать. Собираю команду. Дальше эта команда рисует для меня дизайн. То есть прототипы графического интерфейса. Отрисованные прототипы передаются в отдел разработки. В отделе разработки программисты что-то кодят. Какие-то продукты создают программные. И далее уже эти программные продукты передаются на тестирование. Соответственно, тестирование уже принимает решение о выпуске или не выпуске на публику вашего приложения по заказу молока на основе того, что есть в нем баги или нет. Ну, то есть все, в принципе, стандартно, все, в принципе, понятно. Но где здесь цифровая доступность? Где здесь поддержка, например, технологии VoiceOver? А здесь нету. Буквально. Нету никакой цифровой поддержки, как правило. Нету никакого VoiceOver. И это не случайно, потому что заказчики, как правило, не готовы платить за поддержку VoiceOver в приложении, потому что это дополнительные ресурсы, дополнительное время разработки. Помимо прочего, сами программисты зачастую относятся к VoiceOver, к поддержке технологии VoiceOver как некому средству наказания. То есть, ну, я, в принципе, тоже к этому, наверное, относился. Именно к задачам, когда необходимо внедрять VoiceOver, что меня, наверное, не любят, поэтому меня заставляют поддерживать VoiceOver в моих проектах. Да, меня пытаются наказать, меня, наверное, пытаются уволить, поэтому вот все. Подобное отношение возникает из того, что VoiceOver обычно, знаете, как вот мы выпустили приложение по заказу молока, все, и пользователи пользуются. То есть, там, месяц они пользуются, три месяца, неважно. То есть, проходит некоторое время, и кому-то приходит гениальная идея. А давайте вот мы сейчас на этом этапе, когда наше приложение уже в проде, будем внедрять VoiceOver. И эта гениальная идея сразу же ложится на плечи одного несчастного, например, программиста, который провинился. И вот он, этот один несчастный программист, берет и внедряет в итоговое, готовое приложение, красивое, красивое, по-настоящему красивое приложение по заказу молока, VoiceOver. Но вы должны понимать, что приложение, которое красивое, как правило, за ним стоит очень сложный программный код. И так взять просто и внедрить туда VoiceOver становится достаточно болезненно для одного несчастного программиста. Пока вся команда пушит этого программиста, ну что там, Вася Пупкин, ты уже сделал VoiceOver или не сделал? Вася Пупкин зашивается, бедняга с этим VoiceOver, и ничего поделать не может. Потому что его программный код не расширяем, не поддерживает нормально внедрение VoiceOver, поддержки внедрения VoiceOver. По итогу у нас приложение, которое мы выпустили по заказу молока, если можно так подытожить, пренебрегает нуждами достаточно уязвимого слоя населения. И это большая беда, как по мне. Поэтому мы собрались, собрались с командой, собрались с командой контента и подумали, давайте мы будем теперь применять тот самый современный путь разработки. Когда, да, у нас по-прежнему существует проработка концепции приложения по заказам молока, отрисовка графического интерфейса, создание программного кода, тестирование и тому подобное. Но на каждом теперь из этих этапов мы внедряем цифровую доступность, внедряем поддержку цифровой доступности, поддержку VoiceOver, простите. Теперь, когда мы ставим задачу на создание какого-либо сервиса нового, мы сразу же закладываемся, что необходимо будет поддержать VoiceOver. То есть мы выделяем уже сразу же ресурсы еще на этапе постановки задачи. Дизайнеры больше не лениться создавать графические интерфейсы с нормальной поддержкой VoiceOver. Программисты больше не боятся VoiceOver. Ну и тестировщики, соответственно, разрешают раскатывать итоговое приложение, итоговый сервис на пользователей. По результатам тестирования достаточно ли мы поддержали VoiceOver. То есть вся команда теперь задействована в том, чтобы выпустить приложение с достаточным уровнем VoiceOver. Не только один несчастный программист. То есть своего рода мы постарались поломать, стараемся ломать стереотип обычной пути разработки. программного обеспечения. Да, я фыркаю. Вот, смотрите. Что интересно. Безусловно, это не сразу же у нас получилось. Безусловно, мы не сразу же пришли к такому светлому, доброму будущему. Мы несколько спринтов помучились. Мы несколько спринтов привыкали к тому, что мы будем разрабатывать по-новому. Соответственно, для этого нам помогает культура, которую мы стараемся поддерживать в команде. То есть когда, да, мы друг друга проверяем, достаточно ли мы поддержали VoiceOver. Там все время обсуждаем эти моменты VoiceOver. Данную культуру нам также помогает поддерживать. Замечательный курс по цифровой доступности, доступный всем сотрудникам внутри ВКонтакте, разработчикам по iOS и по Android. Вы смело можете пройти, если вы сотрудник. Помимо прочего, это наши классные тестировщики невизуальной доступности, которые всегда готовы прийти на помощь и всегда готовы протестировать наше приложение, наши новые сервисы по заказу молока. Ну и, конечно, эта книжка, которую уже ранее Миша сегодня упоминал, это книжка по доступности цифровой от команды Dodo. По QR-коду вы можете отсканировать, посмотреть. Это, мне кажется, must-have, с чего надо начинать. Это основа. Соответственно, вот так, светлое будущее, в принципе, я считаю, у нас наступило в команде контента. Ну а теперь несколько классных примеров, с которыми я столкнулся в своей практике. Хотел бы сегодня с вами поделиться. Интересные кейсы я назвал эту секцию. Была задача, есть палитра. Палитра цветов. Я даже не знаю все, наверное, эти оттенки цветов. Для меня существует всего три цвета. Это красный, зеленый, синий, да, RGB. Все остальное – это просто оттенки. Ну, как по мне. По крайней мере, в споре я просто говорю, это красный и все, не важно, что там таракотовый, кирпичный какой-то еще. Я это все не воспринимаю. Соответственно, вот на экране у меня есть палитра цветов. Палитра цветов задается кодами этого цвета, то есть в 16-ти речной системе счисления, которая приходит с сервера. Пользователь должен взаимодействовать с этой палитрой и просто выбирать нужный цвет, чтобы покрасить экран, какой-либо элемент, неважно. Просто вот есть палитра. Но эта палитра, она, к сожалению, не была поддержана войсовером. То есть как? Человек с включенным войсовером, выбирая какой-либо цвет, слышал его 16-ти речный код. То есть это полная была белиберда. Ну, бессмыслица. Никакой осмысленности не было. Нужно было быстро придумать какое-то решение, что можно сделать в этой ситуации. Как объяснить цвет, если я даже сам, например, не могу объяснить, какой цвет я вижу. Поэтому я просто постарался подключить фантазию, можно так сказать, постарался найти хоть какую-то осмысленность в том, что я даже сам, наверное, не могу осмыслить до конца. Поэтому я воспользовался онлайн-сервисом для генерации названий цветов по их цветовому коду. Вы можете видеть здесь классные названия, мне кажется, вот Грушево, Зеленый, например, или Манжента Крайола. Я на самом деле до конца не помню даже, какие это цвета, как они выглядят, но прикольно то, что эти цвета получили какую-то осмысленность. Знаете, цвет можно было бы даже сравнить с каким-то вкусом. Возможно, здесь было бы даже уместнее применять не просто вот такие насыщенные аспидно-синие названия, а там, например, жгучий перец, да, например, или сладкий помидор. Вот было бы прикольно, наверное, сразу была бы какая-то ассоциация. То есть, что я хочу сказать, что подключайте фантазию, не стесняйтесь, пытайтесь найти смысл там, где даже кажется вам, что его, наверное, и нет. Второй пример, который мне нравится, это мы разрабатывали сервис для фотографий пользователей, и пользователи могли и могут взаимодействовать с этими фотографиями посредством контекстного меню. То есть, ну, по лонгтапу пользователь зажимает, у него возникает контекстное меню, где он там может удалить фотографию, архивирует, ну, какие-либо действия совершить с этой фотографии. Для пользователей с включенным voiceover-ом данное взаимодействие с фотографией очень непривычно, мне кажется. Ну, и мы с Артемом тоже об этом обсуждали. Для них гораздо привычнее, если использовать так называемый ротор действия. Ротор действий, который управляется жестами. Вот ранее на предыдущем докладе вы, наверное, обратили внимание, что была целая плеяда всяких жестов, которые пользователь может с включенным voiceover-ом выполнять на экране. И вот, в частности, ротор действий – это одно из этих жестов, когда пользователь теперь с включенным voiceover-ом взаимодействует с фотографией непосредством контекстного меню, потому что контекстное меню появляется в виде модального окна, это очень неудобно. Как мы помним тоже из Android-доклада, что модальные окна на iOS – это не самые классные вещи, не самые легкие с ними в работе, по крайней мере, вещи. Вот. Мы переделали контекстное меню на ротор действий. То есть, как итог датного слайда, я просто хочу донести до вас смысл, что отказывайтесь от контекстного меню, применяйте ротор действий, если вы хотите поддержать нормальное взаимодействие с voiceover-ом. Ну и последний пример. Мне он тоже нравится. Темыч мне про него тоже рассказывал. Это UI accessibility trade. То есть, мы подсказываем операционной системе iOS, каким образом она должна воспринимать наш графический элемент на интерфейсе. Ну, предположим, что у вас есть кнопка. Эта кнопка составная из нескольких изображений. То есть, есть изображение желтое, на него накладывается чуть меньше окружность. Мы сейчас будем говорить об окружностях. У вас есть окружность желтая, на нее накладывается чуть меньше окружность красная. И вот две окружности, одна вписанная в другую, составляют у вас кнопку, например, по заказу, не знаю, молока в вашем приложении. Соответственно, для пользователя без voiceover это все воспринимается вполне естественно. То есть, это некая кнопка, которая имеет там желто-красное состояние какое-то, нажимает и добавляет молоко в корзину. Но для пользователя, с включенным voiceover, а тем более для пользователя с voiceover, в котором сама операционная система рассказывает, что изображено на картинке, на изображении. То есть, да, есть такая поддержка, когда пользователь наводится на изображение, система ему зачитывает, что там, например, водопад, солнышко светит, цветочки и тому подобное. Это достаточно прикольно. Так вот, когда система фокусируется на таком элементе, который, например, составлен из нескольких изображений в voiceover, система начнет буквально зачитывать, то есть желтый круг, красный круг, и это будет бессмыслица. Это полная бессмыслица, потому что пользователь не понимает, что за желтый круг, что за красный круг. Для этих целей вы должны понимать, что можно сделать. Вообще, почему это все происходит? Потому что по умолчанию, во-первых, система ставит на каждое изображение так называемый трейд, UI accessibility trade image, который подсказывает, как воспринимать системе данный элемент, как изображение. Соответственно, ваша задача, как разработчика, подсказать, что это не trade UI image accessibility, а, допустим, пусть это будет кнопкой. Тогда она будет, система зачитывает, что кнопка, далее вы уже подпишите, что кнопка по заказу молока, на дом, ну и тому подобное. То есть я хочу сказать, что UI accessibility trade image достаточно мощное средство, и его нужно аккуратно применять. Там, где вам необходимо подписать, что это изображение, вы ставите данный trade, где нет необходимости, вы удаляете. Фух. Ну и теперь итоги. Собственно говоря, а вообще стоило ли оно того, стоило ли сегодня говорить об этом voiceover, как мы классно все внедрили, как мы классно теперь живем в современном мире. Но сразу скажу, что да. Во-первых, потому что voiceover больше не является средством наказания, теперь это средство роста, то есть это теперь, как правильно сказать, фактор роста для разработчиков. Теперь разработчики в нашей команде больше не относятся к этому как нечто негативное, то есть больше нет никакой негативной коннотации с внедрением voiceover. Давайте я сейчас говорю конкретно про работу программиста, когда он должен внедрить этот voiceover, не сам по себе voiceover. Второй момент. Благодарные пользователи. Благодарные пользователи, если упростить, это увеличение NPS, такого параметра, как NPS, довольство пользователей. Плюс, также мы не забываем, что цифровая доступность, а в частности и voiceover, является одним из аспектов ESG-повестки. Мы компания публичная, мы большая компания ВК, и мы стремимся, чтобы мы были современными, и чтобы наша ESG-повестка была тоже классной, высокой, и вообще стильно потной, молодежной. Соответственно, в этом году мы, например, поднялись на 43 пункта, в этом ESG-рейтинге, и я думаю, что на это также повлияла наша цифровая доступность. Какие наши дальнейшие планы? Вообще, что мы будем дальше делать, о чем мы дальше мечтаем? Это добровольная сертификация от компании Everland. Мы хотим также получить классный сертификат от компании Everland, что наши программные средства, не программные средства, наши программные решения, наши приложения по заказу молока такие же классные, такие же адаптированные для людей. адаптированные для людей. Да, вот компания Everland поставит знак качества, если мы все сделаем правильно. Ну, в общем, в общем, вот так. Спасибо.